Всем привет! Это первый урок в серии про камеру в Роблоксе. Этот первый урок очень простой, можно сказать, для новичков. Никакого скриптинга в нем не нужно. И я буду следовать статье, которое обновили недавно на девелопер Roblox.com. Так что, кто читал, тот молодец. Кто не читал, я помогу. Переведу и поясню, покажу, как все работает. Итак, давайте посмотрим, какие же нам настройки дают для камеры не из скриптов. Этих настроек очень мало, но этих, этого малого количества, в принципе, достаточно, чтобы сделать вашу игру более симпатичной, более интересной. Итак, где находятся настройки камеры? Они находятся в папке Starter Player. Включаем свойства Properties, листаем до вкладки, точнее до раздела Камера. И давайте посмотрим. Вот два параметра. Называются Camera Max Zoom Distance и Camera Min Zoom Distance. Камера Max Zoom Distance показывает, насколько далеко можно отдалить от нашего персонажа, насколько стадов камеру можно отдалить, от человечка от нашего. А минимальная, это насколько минимально можно, на какое расстояние можно приблизить. Обычно, вот такое значение по умолчанию, на пол стада можно к центру головы нашего персонажа подлететь. Ну вот здесь показано, что обычно камера смотрит в затылок нашего персонажа. И мы максимально близко к нему можем подлететь. Минимальное значение – половинка стада. И отлететь подальше, чтобы осмотреться – это максимальное значение. Если мы эти два значения делаем одинаковыми, например, ну давайте сделаем десяточку. Десять стадов. Десять стадов. Так, в принципе, игра должна работать как и работала. Режим управления камерой классический, так что можно вертеть. Единственное, зум заблокирован. Вот я кручу зум, ничего не происходит. Окей. Так, давайте разблокируем. Этот зум сделаю почти как было, от 70 до 1. Так, режимы камеры. У камеры есть классический режим, с которым вы все знакомы, мы его сейчас смотрели. Можно управлять камерой, можно поворачивать, зум делать, вперед-назад, если зум не заблокирован. А есть другой режим. Режим, вот, камера mode, мы здесь можем изменить. Log first person. От первого лица, это значит вид из глаз. И у нас, мы не сможем поворачивать камеру, не сможем приближать, удалять. Будет вид из глаз нашего персонажа. Вот сейчас я двигаю персонажа. Что-то двигается. Окей, поворачивать не могу. Более что-то серьезное, если вы хотите делать, то придется использовать скрипты. Возвращаю на классический режим. Так, у нас мы дошли до режима окклюзии. Окклюзия, режим окклюзии камеры. Что за окклюзия такая? Этот режим используется, когда нам в игре что-то заслоняет нашего героя. Вы, наверное, сталкивались с разными видами. Вот смотрите. Мы сейчас находимся в классическом режиме. Нет, нет, нет. Мы находимся не в классическом режиме, а у окклюзии два режима. Первый режим называется зум. Вот мы находимся в этом режиме. Мы можем зумировать, ходить, идти. Ничего не происходит. Так, ребята. Может быть у меня там не зум стоит? Да. Я случайно поставил инвизика. Ладно, возвращаю к режиму по умолчанию зум. Давайте я заново запущу. Эти режимы отличаются друг от друга. Важно знать. Смотрите. Режим зум. Если нам что-то будет заслонять нашего игрока. Вот я сейчас медленно поворачиваю. Например, вот эта колонна. Камера прыгает. Она зумится на максимально близкое расстояние. Которая позволяет, но она как бы становится перед этим препятствием. Чтобы нам ничто не заслоняло наш персонаж. Так. А что будет, например, если я зайду за прозрачную колонну? Вот за эту. Ничего не произошло. Почему? А сейчас давайте зайду за другую. Зашел за другую, камера приблизилась. Перед вот этим столбом она встала. Все дело в том, что в режиме зум есть ограничения. Если... Так, давайте посмотрим на наши препятствия. Если у препятствия, которое заслоняет игрока, прозрачность меньше 0.25. Ну вот я уменьшаю прозрачность. Все. Вот сработало. 0.3, 0.25. Оно еще считается прозрачным. Оно не заслоняет нам нашего игрока. Но если препятствия вообще не прозрачные, или немного прозрачные, до 0.25. Вот, например, вот так. Вот сейчас давайте посмотрим. Смотрим через это препятствие. Я вижу горизонт. Но считается, что игрока мы все равно заслоняем. Вот я зашел за него, и камера зумнулась. Приблизилась. Так. Окей. А смотрите, еще такой эффект. Давайте опять я ее сделаю прозрачной. Полупрозрачной. Нам ничего не заслоняет, но нам заслоняет игрока сейчас вот эта колонна. Смотрите, я поворачиваю. Оп. Камера прыгает перед вот этой колонной. Давайте сейчас сделаем опять прозрачность изменим. Оп. Камера прыгнула уже перед этой колонной. Ну окей. В принципе, режим стандартный. Есть второй стандартный режим. Он называется... Называется режим окклюзии. Не zoom, а invisi cam. Invisi от слова прозрачный. Так, как же он работает? Камера в этом режиме не прыгает и не смотрит на прозрачность тех объектов, которые нам что-то заслоняют. Теперь, за какой бы объект мы не зашли, он становится полупрозрачным. Даже прозрачный объект становится более прозрачным. Заходим за эту колонну. Колонна стала прозрачной. Камера не прыгает, никого не расторжают эти прыжки. Так что выбирайте для своей игры режим окклюзии, какой вам удобнее. Так, ну и остался у нас еще режим. Две опции. Называется DEV Computer Camera Movement Mode. И DEV Touch Camera Movement Mode. Почему разделение на два? Первый режим движения камеры для компьютеров. Это когда у нас игрок играет с компьютера. А второй режим, когда тот же игрок играет уже с какого-нибудь смартфона или с Touch приложения. Вы знаете, что многие игры меняют интерфейс. Для Touch устройств один интерфейс, для компьютера другой. И здесь тоже можно настроить, как камера ведет. Без скриптов, просто сразу. Для компьютера делаем User Choice. Подразумевается настройки в клиенте. Может менять наш игрок, какие ему там дают. Ну их на самом деле не так уж и много, наверное. Так, давайте посмотрим. Settings. Камера Mode классический или follow. По умолчанию классика включена. Классический или follow. Вы в игре можете сделать так, если вы сделаете User Defined Mode, то как игрок себя настроил, у него либо follow, либо classic. Чем отличаются follow от classic. Так, настройки я, наверное, сейчас не буду менять. Ага, User Defined. Давайте сразу буду менять. Мы запрещаем. Если я здесь сделаю либо classic, либо follow, игрок уже не сможет в своих настройках игрового клиента выбрать. Вот мы говорим классический. Давайте посмотрим, как классический работает режим движения камеры. Когда мы ходим влево и вправо, параллельно перед камерой, камера не вращается. Она закреплена как будто перед экраном. Но если мы поворачиваем, то... Ну вот я с помощью мышки поворачиваю, то и камера поворачивается. А режим follow, следование, он отличается тем, что... Когда мы бегаем параллельно перед экраном, камера начинает за нами следить. Так, вот я бегу вправо, и видите, камера начала поворачиваться. Я не вращаю камеру, я нажимаю просто стрелки влево и вправо. Тоже выбираете, что вам удобнее для камеры. Так, какие еще есть режимы? Есть режим орбитальный. Видите, я включил орбитальный режим, сразу заблокировались все... Все вот эти настройки, предыдущие, которые мы рассматривали. Потому что орбитальный режим, он сильно ограничен. Зум я могу делать, но не могу... Я могу вращать камеру только вокруг персонажа. Видите, ни вверх, ни вниз. Ну, как будто на орбите от нашего персонажа находится, как будто наш персонаж это земля. И вокруг него летает маленький спутник или дрончик, привязанный на веревку. Вот. Ну, тоже для некоторых игр это хорошо. Так. Кроме орбитального, что нам еще дают user choice, я уже сказал. Все. Другие режимы и свойства будут доступны только с помощью скриптов. На следующих уроках мы посмотрим еще простые скриптовые какие-то эффекты. Например, дрожание камеры, там тряска и так далее. Потом на каких-то уроках посмотрим, как делать кат сцены, с пролетанием камеры и так далее. Так. Ну, вроде бы все на этом. Подписываемся. Ставим лайки. Задаем вопросы в комментариях. Колокольчик жмем. Донатики. Шлем в донатах. Можно указывать ту тему, которую вы хотите рассмотреть. Пока.